Давайте второй. Так, заметила такую особенность мягких зим, что они могут уходить в нейтральные оттенки со стороны тепла без потери ровности кожи и общего впечатления. Не так идеально, как нейтральные оттенки со стороны холду, но всё же. Чем это можно объяснить, что мягкая веста стоит на границе нейтральности, при этом откровенно холодные оттенки внешности не красят? Смотрите, ну здесь и вопрос, и ответ одновременно. Вот в этом предложении, чем это можно объяснить, и вот здесь можно поставить стрелочку, да, а именно тем, что мягкая зима стоит на границе нейтральности. Вот это причина всех вот этих реальностей. То есть степень проявленности температуры, давайте ещё раз расшифруем, что такое стоять на границе нейтральности, да. У нас есть с вами таблица, которая систематизирует температуру, мы помним. Она у нас хоть и не с первого потока, да, но на каком мы её, на пятом, на шестом, на седьмом, уже не помню, период, когда я в таблице всё это ввела. То есть она существует. Так вот, и давайте сформулируем следующее, что чем сильнее проявлена температура во внешности, да, то есть чем ближе к крайностям, к крайнему проявлению холода или тепла, тем отчётливее реакция на холод, например, да, если это отчётливо холодная температура, и более отчётливая негативная реакция на тепло, да. То есть эта ситуация нам знакома по светлой зиме и чистому лету, да. Чем нейтральней колорит относится к температуре, тем, соответственно, в таблице он на границе температур, и тем меньше та разница, которую мы будем видеть, мы её всё равно будем видеть, да, то есть если мы будем работать с драпировками, с инструментом, да, мы всё равно эту разницу на каких-то особенно самых вот показательных тонах тестовых мы будем видеть, да, лоскутный эффект, ровный тон, но эта разница будет меньше. То есть эта способность, большее проявление холодной температуры, большее проявление тёплой или стремление к нейтральности заложена в нашей коже, и это не просто таблица, да, а это таблица, отражающая степень реакции. Поэтому получается интересная история, что колориты, стоящие ближе к границе, в чём их особенность? И это будет не только мягкая зима, это будет мягкая весна, это будет светлая осень, да, кто ещё, кого мы забыли, и светлая осень, и светлое лето, да. Эти четыре колорита гораздо, так сказать, комфортнее себя чувствуют в смешанных образах, которых играет и тепло, и холод. И наоборот, очень часто можно увидеть, например, вот понаблюдайте за светлой осенью, да, начинаем её прямо в отчётливое тепло заталкивать, а ей там дискомфортно, для неё это слишком оттенки, как бы в которых перебор, да, перебор той характеристики, которая нужна в умеренном количестве, да. Поэтому хочется сразу, так сказать, разбавить, сбалансировать и так далее. Поэтому ещё раз, да, способность колорита реагировать на температуру, чем она ярче проявляется, тем и негативнее, сильнее отторжение противоположной температуры. И наоборот, середина, да, стремится к большему балансу и гораздо комфортнее себя чувствует без крайнего проявления отчётливого холода и тепла. Тем не менее, напомню, да, что у каждого из этих колоритов, стоящих на границе, есть всё-таки своя температура, да. И вот как верно здесь пишет Евгения, не так идеально, как нейтральные оттенки со стороны холода, но всё же, как бы, да, то есть. И я, знаете, что я могу сказать? Я в этом плане считаю, что это преимущество надо использовать для колорита. Вот я обожаю всякие, например, оттенки, всякие, так сказать, предметы, которые в себе сразу замешивают эти плой холлы. Прямо сейчас сижу в таком свитере, в котором фиолетовый замешан, фиолетовый, синий замешан с оранжевым и жёлтым. Могу себе позволить. И спокойно на лицо реагирует, когда достаточно своих характеристик. Я имею в виду, когда там всё-таки не ситуация, когда фиолетовый где-то далеко от лица, а тут один оранжевый, а именно всё в балансе представлено. Поэтому используйте эти фишки у отчётливых колоритов, таких, в которых проявлена температура. Всё-таки старайтесь показать вот это преимущество через работу с соответствующей палитрой, а температуры, стоящие на границе, дайте им поиграть, поиграть вот этим, так сказать, игрой тепла и холода. Вот это, что могу, так сказать, добавить, да, добавить к вышесказанному. Как вам, девчонки, полезен, понятен ответ? Двигаемся дальше.